Добрый вечер! Ремонт подъездов по новым правилам. С 16 июля вступило в силу новое постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Что нам стоит дом построить? В Беларуси в это воскресенье отмечают День строителя. Внедрение новых итальянских технологий. На обрезком комбинате строительных материалов запустили новую линию керамической плитки. Обо всем этом и не только прямо сейчас. Начнем на наш взгляд с самого важного и интересного. Ремонт подъездов своими силами. 4 июня текущего года вышло постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства номер 12 об установлении перечни видов работ и порядке возмещений фактических затрат на текущий ремонт жилищного фонда. В документе, который вступил в силу с 16 июля, четко оговаривается, какие виды работ будут осуществляться по текущему ремонту за счет средств местных бюджетов, а какие за счет жильцов. В основном это разграничение коснулось ремонтных работ в подъездах. Подробности в материале Виктории Драгобецкой. Обшарпанные подъезды, разрисованные стены лестничных клеток, наконец скверны запас за пределами собственной квартиры. Наверняка в этом описании многие жильцы узнают свой родной подъезд, по которому ремонт буквально плачет. Раньше благоустройство лестничной площадки находилось в компетенции работников жилищно-коммунальных служб и осуществлялось на основании осенне-зимних смотров один раз в два года. К сожалению, и по сей день в своей очереди жильцы могут ждать не один сезон. Все зависит от возможностей городского бюджета. Новое постановление в корне изменило ситуацию. Если говорить о том, что сегодня, наверное, беспокоит каждого из жильцов нашего города, то есть тех, кто проживает в обслуживании жилищного фонда, то практически все работы, определенные предложением номер два к этому постановлению, касаются проведения работ в подъездах. И работы, проводимые в подъездах, по текущему ремонту подъездов, финансируются сегодня за счет проживающих в жилищном фонде граждан. За счет средств жильцов выполняется в настоящее время ремонт подъездов, ремонт печей дымоходов и также ремонт напольного покрытия в местах общего пользования. Остальное все выполняется как ремонт поручней и так далее, выполняется за счет бюджетных средств. Кстати, затеять ремонт жильцы теперь могут в любое время, не дожидаясь декабрьского вердикта работников ЖЭСа. Пятый подъезд многоэтажного дома на бульваре космонавтов – один из первых, где коммунальщики сделали ремонт согласно новому постановлению, по желанию и за счет средств граждан. Чтобы составить смету и начать долгожданное обновление подъезда, достаточно согласия большинства собственников. Выходят специалисты, составляют дефектный акт, определяют объемы работ, составляется смета на определенные виды работ, где указывается сумма, после чего собирается собрание и доводится жильцам. Согласно положению, с каждым жильцом заключается договор на выполнение данного вида работ и выполняются работы. Определяется сумма на каждого человека, ему в договоре это указывается и выполняются данные виды работ, где жильцы потом оплачивают. Уровень ремонта зависит от предпочтений и финансовых возможностей жильцов, начиная от легких косметических работ и заканчивая новомодным дизайном. Остальные более масштабные работы, например, реставрация фундамента, замена кровли, стен и фасадов, системы отопления, водоснабжения и прочие, будут финансироваться из средств местных бюджетов. Хотя, если у жильца возникнет желание поремонтировать крышу только своей квартиры, он вправе это сделать опять же за свои кровные. Блокированный дом на улице Короленко – яркий пример такой практики. В настоящее время производятся работы по ремонту шиферного покрытия, по текущему ремонту. Подрядная организация, выигравшая переговоры, выполняет данные виды работ. Дом является четырехквартирным блокированным, одна квартира снята с баланса, и вот и жилец, увидевший данные производства вида работ, изъявил желание также за свой счет выполнить данные работы в связи с тем, что он снят с баланса и не плачивает ни за текущий, ни капитальный ремонт. На 2014 год на текущий ремонт запланировано 7 миллиардов 776 миллионов рублей. Из них практически 4 миллиарда уже освоено, 3 с лишним миллиарда, 3776, если быть точным, осталось освоить. За счет этих средств сегодня сделано порядка 14 тысяч метров квадратных кровель, за счет этих средств сделано порядка 2,5 тысяч метров погонных по стыкам панелей и остальные работы. Сегодня за счет средств жильцов произведены работы по ремонту на сумму 28 миллионов рублей. По словам Игоря Антонова, пока разногласия с составлением договоров и смет между собственниками и коммунальщиками не возникало. Жилищно-коммунальное хозяйство не только города, но в целом республики, оно уже давно ожидало принятия этого постановления. Почему? Потому что складывалась неоднозначность во взаимоотношениях между жильцами именно по работам, которые проводились по текущему ремонту. Сегодня эта неоднозначность уже ликвидирована и мы работаем в совершенно прозрачных условиях. То есть жители знают, что будет финансироваться за их счет, мы знаем, что будет финансироваться за счет бюджета. Кроме всего прочего, я считаю, что в данном случае повышается ответственность проживающих, поскольку это уже не обезличенные деньги, это средства населения. И, конечно, каждый, кто живет в подъезде, уже будет совсем по-другому относиться к имуществу, к состоянию этого подъезда, к отделке, к каким-то элементам. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В продолжении темы. Уже завтра работники сферы строительства будут отмечать свой профессиональный праздник. Это день трудолюбивых людей, которые независимо от времени года и погодных условий создают для нас уютные квартиры, строят теплые и просторные дома. Их по праву называют творцами истории в камне, а то, что они оставляют после себя – настоящими шедеврами искусства. В преддверии профессионального праздника наша съемочная группа отправилась в одну из ведущих организаций не только области, но и республики – строительный трест номер 8. И пообщалась с теми, кто не понаслышке знает, что такое делать на века. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. Рабочий день Григория Константиновича Фицука – это целая система. С утра заместитель генерального директора по производству посещает объекты. Очень важно, чтобы все работы, которые проводит строительный трест, были выполнены в срок, причем качественно и надежно. Один из пунктов нашей совместной рабочей поездки – новый хирургический корпус Брестского областного онкологического диспансера, который откроет свои двери для пациентов уже в октябре. Сегодня здесь идут только отделочные работы. Григорий Константинович лично следит за выполнением всех своих поручений. Во многом разбирается досконально, пройдя большой карьерный путь от простого каменщика до заместителя генерального директора. В жизни так сложилось, что где-то когда-то в школе был очень интересный преподаватель, который учил любому столярному делу. Это было начало какое-то. Ну а позже, окончив школу, избрал путь именно в строительстве, кончил техникум, а затем уже институт. Руководящая должность обязывает Григория Константиновича часто находиться на рабочем месте в строительном тресте. Важны телефонные звонки, переговоры с заказчиками. Иногда бывают и неожиданные трудности, так как объектах, на которых заняты рабочие этой организации, очень много. Некоторые из них находятся не только в Беларуси, но и в соседней России, и даже в Туркменистане. Со всеми сложными вопросами опытный руководитель справляется быстро. За помощью и советом в решении возникающих проблем коллеги всегда спешат к нему, верному наставнику и талантливому начальнику. Григорий Константинович работает в тресте свыше 40 лет, поэтому говорить о том, какой он профессионал, какой он специалист, даже не приходится, потому что годы работы говорят сами за себя. Самое главное, что это хороший, прекрасный руководитель, знающий свое дело, специалист, поэтому его ценят не только руководство треста, но и рабочие. Свою любовь к строительству Григорий Константинович Фицук передал и детям. Сын имеет инженерно-строительное образование, а дочь Ольга трудится в стройтресте вместе с отцом, но немного в другом ключе. Она экономист. Каждое утро Ольга заглядывает хотя бы на минутку к Григорию Константиновичу, чтобы решить не только рабочие вопросы, но и пожелать доброго дня. Она знает, отец очень дорожит тем, что делает, и во всем добивается высоких результатов благодаря требовательности не только к окружающим, но и к себе. Он очень много знает, понимает в этой отрасли. Ну, естественно, хотелось бы равняться на него, хотя и немножко с другой специальности, но стараемся. Дома и на работе он совершенно два разных человека. Дома он добрый, ласковый, хороший, никогда не повысит голоса, а на работе очень требовательный. Он требовательный не только к своим подчиненным, но и к себе. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Еще одно важное событие, приуроченное ко Дню строителя, состоялось на этой неделе. Новую линию по производству керамической плитки запустили в минувшую пятницу на одном из старейших предприятий Белоруссии – Брестском комбинате строительных материалов. Контракт на поставку технологического оборудования между итальянской компанией САКМИ и Брестским КСМ был заключен два года назад. 8 августа в преддверии Дня строителя состоялась торжественная церемония открытия нового производства. Какие перспективы открывает для Брещины реализация инвестиционного проекта и в чем его основная инновационная составляющая, расскажет Виктория Дроговецкая. Еще два года назад на месте новой линии в цеху плитки Брестского кабинета строительных материалов был вырыт котлован глубиной в 6 метров. Огромная печь, махинопресс, сушилки, роликовый накопитель и другие объекты нового оборудования постепенно заполнили здание производственного цеха. Такие метаморфозы стали возможны благодаря комплексной программе модернизации производства, которая была принята в 2012 году и ознаменовала собой новый, более современный этап в истории развития Брестского комбината строительных материалов. Это совершенно новая технология для Бреста, потому что здесь используются другие температуры. Мы плитку делали на 950 градусов, сейчас производство на 1100 градусов Цельсия. Мы получаем плитку более лучшего качества, больших размеров. Она ничем не уступает итальянской, ничем не уступает испанской плитке. По дизайну мы ориентируемся на испанцев, на испанских производителей, лучших. По словам специалистов, новая линия позволит выпускать плитку форматом 20 на 40 сантиметров и за счет современных технологий более высокого качества. Увеличение производительности в три раза – еще одно преимущество ноу-хау Брестского комбината перед старым оборудованием. Было бы несправедливым обойти вниманием огромную печь, мощность которой позволяет обжигать 2,5 миллиона квадратных метров керамической плитки в год. И это лишь вершина айсберга нового производства. Основное новшество – это большая производительность и высокое качество. Запустили мы цифровую печать, аналоги Беларуси и есть, но мы пробуем ее по-новому сами запускать. Еще плюсы этой линии – это то, что малые затраты в плане малых трудозатрат, то есть малое количество людей работает, ну и высокая производительность. Сегодня в преддверии дня в строителе состоялась торжественная церемония открытия новой итальянской линии на Брестском КСМ. В числе приглашенных – представители областной и городской вертикали, руководство и сотрудники комбината. Слова поздравлений – перерезание красной ленты и нажатие символической кнопки ознаменовали собой запуск итальянского производства, которое, безусловно, поможет выйти комбинату на новый, более качественный уровень. В Брестской области по-прежнему строится много жилья. И в этом году не менее 700 тысяч квадратных метров такого жилья будет построено в области. А для того, чтобы было жить людям комфортно, для этого создано и это производство. И если раньше старались, как я уже говорил, найти любую плитку, то сегодня потребитель хочет жить не хуже, чем в Европе. И мы горды тем, что сегодня можно смело говорить, что это создано в Белоруссии. Кстати, цена вопроса – 30 миллионов долларов США. Именно такую сумму выделили итальянские инвесторы на осуществление проекта модернизации. Половина этих денег уже освоена, что позволило запустить новую линию керамической плитки и открыть двери на европейский рынок. В свою очередь, это станет для Брещины очередным шагом для наращивания производственного потенциала и возможностью конкурировать как с отечественным, так и с европейским производителем. К другим темам. Чрезвычайная пожароопасность 4-го и 5-го классов, которая господствует на Брещине на протяжении вот уже двух недель, внесла свои коррективы в работу службы МЧС. В связи с аномальной жарой по распоряжению главы государства на территории всех районов Брестской области объявлен запрет на посещение людьми лесных массивов. С 29 июля спасатели работают в усиленном режиме. Созданы совместные рейдовые группы сотрудников МЧС и природоохраны. Проводятся разъяснительные беседы с людьми, а также мониторинг мест уборочной компании, населенных пунктов, лесов, торфяников и других пожароопасных мест. Однако находятся и те, для кого правила пожарной безопасности не писаны. О последствиях игр с огнем и чем чревато игнорирование предписаний выясняла Виктория Драгобецкая. Пятый класс пожароопасности. Это серьезный повод повременить растительному хозяину с разведением костров даже на территории собственного участка, не говоря уже о выжигании сухорастительности на полях и в лесу. Об этом не раз напоминали жителям Брестской области участники рейдовых групп. Информирование населения о сложившейся обстановке, а также о мерах безопасности, хорошее подспорье спасателям и сотрудникам природоохраны в борьбе за сохранение лесов, населенных пунктов и жизни людей. Сегодня мы фиксируем в течение суток до пяти фактов загораний травы и торфяных полей. Это при том, что по всем потенциально опасным местам ведется соответствующий мониторинг и ведется наблюдение. И главная задача – это бесспорно, очень оперативно обнаружить возникший пожар и направить необходимое количество сил и средств для его оперативной ликвидации. За два дня на территории Брестской области зарегистрировано пять пожаров. Огнем уничтожено одно и повреждено четыре жилых строения. Причины такой стремительно растущей печальной статистики пока выясняются. Вполне вероятно, что пресловутый человеческий фактор сыграл здесь не последнюю роль. Он же спровоцировал пожар в Березовском районе. В частности, 5 августа был такой негативный факт на территории Березовского района, деревни Пески, где 43-летний хозяин стал выжигать стерню после убранного урожая. И в ходе тушения сам получил серьезные ожоги и чуть ли не подверг опасности близлежащие строения. Казалось бы, такая масштабная информационная атака, которую проводят участники рейдовых групп, должна заставить задуматься население не нарушать правила пожарной безопасности. Но, видимо, только административное наказание способно поумерить пыл любителей разведения костров. Ответственность предусмотрена статьей 1557 КОАП, это выжигание сухой растительности, которая на сегодняшний день грозит от 20 до 40 базовых величин. И 1558, значит, статья тоже КОАП, которая за разжигание костров не установлена в необорудованном месте, предусматривает ответственность до 20 базовых величин. Поэтому, чтобы не получить солидный штраф и не стать жертвой огня, жителям стоит повременить с пикниками на природе и походной романтикой с кострами и песнями под гитару. В период аномально жаркой погоды фраза «шутки с огнем плохи» становится как никогда актуальной. Продолжаем выпуск. Защите молодого поколения от пагубных привычек в нашей области отведено особое место. Большое внимание Брестской вертикали власти, Управления внутренних дел и Брестским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья направлено на проведение многочисленных акций, просвещающих молодежь об опасности увлечения вредными веществами – алкоголем, табаком и наркотиками. Одна из них – информационный автопробег «ЗАЗ. Двигаемся вместе к здоровью», который стартовал на этой неделе в городе Надбугом. Специально для проведения мероприятия автосалоном «Мультикар» и автокомпанией «ЗАЗ» был предоставлен транспорт для автопробега по городу. В мероприятии поучаствовала и наша съемочная группа. Повышением осведомленности жителей нашего города о рисках для здоровья, связанных с потреблением алкоголя, всерьез занимаются УВД Брестского обл.исполкома и Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Именно ими в этом году было принято решение о проведении 6 августа в рамках республиканской межведомственной программы «ЗАЗ. Двигаемся вместе к здоровью». Акция – это еще одна возможность донести до молодых людей и их родителей информацию о вреде потребления спиртных напитков, сформировать новый взгляд на трезвый образ жизни. Началось мероприятие в Брестском Свято-Симеоновском соборе, где был прочтен молебен, призывающий к благим делам. Задача сегодняшнего автопробега – еще раз привлечь население к здоровому образу жизни, к важности движения и важности отказа от вредных привычек. Ведь сегодня не секрет, что рост продолжительности жизни населения на 1% ведет к росту валового внутреннего продукта на 6%. И это сегодня очень важно для страны, важно для нашей области. Сегодня был совершен молебен, который назывался «Молебен на призвание Святого Духа на начало благого дела». Как бы название говорит само за себя. Мы в своих молитвах, все участники попросили Бога, чтобы он представил, были такие слова, представил ангела к делу этому, чтобы он сохранил от всякого зла, от враг видимых и невидимых, чтобы эта акция прошла успешно, хорошо, чтобы она имела благословение. Потому что любое, конечно, благое дело имеет сопротивление и, скажем так, в духовном мире. Сегодня в Беларуси для привлечения внимания к проблеме алкогольной зависимости многочисленными ведомствами, среди которых Министерство здравоохранения, Санэпидемслужбы, Органы управления внутренних дел проводится огромная работа по организации мероприятий, способствующих улучшению обстановки, которая складывается в молодежной среде. Практика показывает, что именно акции – самый эффективный способ воздействовать на население, и специалисты, занимающиеся их организацией и проведением, обладают высокой степенью мотивации. Только они в состоянии убедить в важности последствий зависимости. «Всякая работа, наверное, дает свой результат. У нас в течение всего летнего периода на территории Республики и Брестской области, в частности, проводится республиканская межлезонная программа «Забота». В рамках этой программы предусмотрено значительное количество различного рода профилактических мероприятий, в том числе вот такого информационного плана, где мы пытаемся разъяснить, может быть, показать на примере несовершеннолетним их родителям, законным представителям, что все-таки здоровый образ жизни – это тот приоритет, который должны они выстраивать в своей жизни, а не стремиться к употреблению пива, спиртного, потому что, как показывает статистика, в итоге все приводит к печальным последствиям». Информационный автопробег «ЗАС. Двигаемся вместе к здоровью» – хороший повод обратить внимание общественности на существующую проблему алкоголизма среди молодежи. Несмотря на то, что отмечается положительная динамика в этой области, о чем свидетельствует уменьшение числа лиц, состоящих на диспансерном учете, активная работа по профилактике заболевания должна продолжаться. Сегодняшняя акция – не окончательная точка в борьбе с подобной зависимостью. В ближайшие дни все силы специалистов будут направлены на просвещение молодых людей в других районах нашей области. «Шестого числа маршрут составляет город Брест, город Драгичин, трагический район, пионерский лагерь, где с детками будет проводиться профилактическая работа о неукоснительном соблюдении права дорожного движения и, естественно, здоровом образе жизни. Как показывает практика, увеличилось количество преступностей несовершеннолетними именно в состоянии алкогольного обменения. А затем посещение города Пинска мы будем находиться на центральной набережной. Но, как показывает практика, очень большое количество водителей в состоянии алкогольного обменения задерживается в городе Пинске, в том числе наркоманов. Поэтому будет делаться все для того, чтобы после проведения данного мероприятия сократить как количество дорожно-транспортных происшествий, так и количество людей, которые ведут неправильный образ жизни». София Бережная, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Это была завершающая информация программы. А я напоминаю, на канале БУК-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БУК-ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, прощаюсь с вами. До встречи в эфире. 10-11 августа. Погода на Брещене обусловит атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В воскресенье, 10 августа, температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля. Дневные максимумы не превысят 26-28 градусов со знаком «плюс». В понедельник, 11 августа, температурный режим существенно не изменится. Ночью столбик термометра поднимется до отметки в 19-21 градус тепла. Температурный фон дня составит 28-30 градусов выше нуля. В связи с установившейся жаркой погодой в лесах Брещены, сохранится высокая пожарная опасность. Из-за аномальной жары сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения лесов. Не забывайте об этом и будьте осторожны с огнем.